Важный призыв христианам озвучил епископ церквей «Дверь в небо» Юрий Коновалов. Речь шла о новом молитвенном сезоне в церкви. До этого Днепропетровская церковь проводила общецерковную ночную молитву один раз в месяц, но с середины февраля она будет проходить один раз в неделю. Верующие такому нововведению обрадовались и приняли призыв. Господь вложил в мое сердце начать новый молитвенный сезон для церкви «Дверь в небо». Мы возревновали, как написано в псалме номер 4, Господь говорит через уста Давида, говорит, доколе слава моя будет в поругании, доколе будет суета и ложь, которую буду искать и преследовать. И Давид однажды принял решение в своей жизни противостоять всеми своими человеческими усилиями. Я знаю, что он был человеком по сердцу Бога, мужем веры, мужем, именно посвященным Господу всем своим сердцем. И для нас это пример, для нас это пример для подражания. С 15 февраля и каждую пятницу у нас будет общецерковная ночная молитва, где мы будем искать Бога, прерываться в тех обстоятельствах, в которых находимся. И я знаю, что Господь на жаждущих всегда изливает потоки своей славы. Пасторы дочерних церквей «Дверь в небо» уверяют, что новый молитвенный сезон стартует не напрасно. Для церкви этот год является годом позитивного влияния, и это время уединения с Богом, по их мнению, принесет плоды, чтобы позитивно влиять на погибающий мир. Влияние, оно прежде всего приходит на нашу жизнь от Бога. И только тогда мы сможем позитивно влиять, когда Божье позитивное влияние, оно будет влиять на нашу жизнь. Я в этом вижу огромное благословение и для себя, и для всей Божьей церкви, церкви «Дверь в небо» в этом городе и во всей Украине. И мы ожидаем, что через это придет сверхъестественная благодать и сверхъестественный Божий прорыв для всего служения, для всего тела Христового, частью которого является служение церкви «Дверь в небо». Ранее церковь имела круглосуточную молитву, в которой участвовали служения церкви по отдельности. И один раз в месяц они объединялись в общецерковную молитву. Но видно, для эффективности перехода на новые высоты церковь сделала такой шаг веры. Те молитвы, которые проходили каждую ночь, они были необходимы, они были важны. Просто есть смена сезонов, смена этапов, поэтому пришло время что-то заднее оставить, для того, чтобы простираться вперед. Молитва – это как возможность, еще одна из возможностей пребывать в Божьем присутствии, чтобы внутри нас происходили перемены, преобразования, и чтобы мы были действительно тем светом, который Бог хочет поставить на вершине горы. Имея откровение от Бога, епископ Юрий ободрил христиан результатами трехмесячного проведения таких молитв. Я полностью поддерживаю руки пастора Юрия. Он сказал о том, что когда мы начнем молиться каждую пятницу, как это делают евреи, шаббат, все закрывается в пятницу, всю ночь вся церковь молится, каждую пятницу мы верим, что мы за три месяца успеем получить от Бога то, что бы мы могли получить за год. Поэтому мы ожидаем, что в следующую пятницу начнется торжественное открытие нового молитвенного сезона в Церкви Дверь Неба. И, конечно же, в одну из пятниц молодежное движение «Зона спасения» будет принимать активное участие в плане проведения прославления, марафонной молитвы. Ночная молитва – это стратегическая молитва, которую использовал Иисус Христос перед самыми важными событиями своей жизни. И сегодня Церковь в особым ожидании важного события – пробуждения города и всей страны. Специально для христианских новостей Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!